Дятел и интересные факты о нем Существует более 220 различных видов дятлов, и все они, ну или почти все, добывают себе пищу, проделывая отверстие в коре деревьев с помощью своего острого клюва, а потом просовывает свой длинный язык в отверстие, чтобы достать насекомых из-под коры. Язык дятлов очень хорошо приспособлен к ловле насекомых. Он такой длинный, что дятел может вытащить его дальше кончика клюва, а клейкое покрытие языка легко поглощает жертву. Дятлы стучат клювом по стволам деревьев, чтобы заявить свое право на данную территорию и объявить о готовности к созданию пары. Большой пестрый дятел способен стучать со скоростью 20 ударов в секунду. Во время долбежки сила удара превышает силу земного притяжения в тысячу раз. Не разбивается же голова потому, что у дятла там пористая хрящевая прокладка. Она то и принимает на себя большую часть отдачи. Кроме того, при каждом ударе особая мышца сдвигает черепную коробку как можно дальше от клюва. Кстати, одна из шнобелевских премий 2006 года по орнитологии была вручена исследователю из Калифорнии за работу «Почему у дятла не болит голова?». Передвигаются дятлы снизу вверх, цепляясь за кору острыми когтями и активно помогая себе хвостом. Хвост выполняет настолько важную роль и несет такую большую нагрузку, что за год стирается на одну десятую часть. Американский королевский дятел является самым крупным в этом семействе птиц. Его длина 55 см, а карликовый дятел, наоборот, самый мелкий. Он всего 8 см в длину. Дятлы гнездятся в дуплах на деревьях. Они могут использовать дупло предшествующего года или выбить новое на семью из двух 12 яиц. Дятел сосун питается сладким, сахарным нектаром. Он проделывает отверстия в дереве и потребляется чаще ся соком. Кроме насекомых, большой пятнистый дятел питается яйцами и птенцами других птиц. Дятел может за один прием пищи съесть до 1000 муравьев. Всю осень желудевый дятел из Северной Америки проделает до 400 отверстий в стволах деревьев и кладет в каждое по желудю, чтобы сохранить на зиму. В 1995-м пара золотых шелоклевых дятлов Коллаптес ауратус пробила 200 отверстий в полистиролом теплоизоляционном покрытии внешнего топливного бака космического челнока Дискавери, из-за чего пришлось переносить дату запуска. Дорогие зрители, напишите в комментариях ваше отношение к такому виду птиц. Как вы думаете, люди заслуженно получают прозвище Дятел? Или все же эти птицы не так глупы, как люди с таким прозвищем? Спасибо за внимание и за то, что смотрите ролики на моем канале ЛТДенис Фэкс. Понравилось? Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии и делитесь с друзьями. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok